Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа Алло Смольный. Меня зовут Александр Вальдман, прямой эфир первой программы Алло Смольный в этом году. И мы решили преподнести для вас небольшой сюрприз. У нас в течение часа в прямом эфире на ваши вопросы будет отвечать политолог, писатель, публицист Авикдор Эскин. Он уже с нами на линии. Авикдор, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Вас с Новым годом и наших телезрителей с новым 2017 годом. Кстати, много вопросов уже на тему года пришедшего, но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Для начала я для наших телезрителей напомню, что вы можете задавать свои вопросы нам на фейсбуке, на нашем сайте ИТОН ТВ или на нашей страничке в фейсбуке. Все это я вижу и могу транслировать. Единственная просьба, друзья, к вам. Хочу сразу предупредить. Вопросы, в которых будет содержаться нецензурная лексика или угрозы в чей-либо адрес, поверьте, я зачитывать не буду. Это я специально произношу для тех, кто этого не понял и продолжает это делать по сей день, в частности для господина Рахима Юсубова. Специально для вас я это повторяю. Не буду я зачитывать вопросы, содержащие нецензурную лексику. Принципиально, в любом случае. А для других наших телезрителей хочу сказать, что лучший вопрос, как и лучший комментарий прежде, в прежних программах будет отмечен призом компании «Хейденойс». И в прошлой программе, которая была посвящена теме социальных сетей, такого приза мы решили удостоить госпожу Оксану Михайловну. Так ее ник значился. Она написала следующее. «Адекватные люди никогда не будут плясать над смертью. Радоваться погибшим в этой катастрофе – удел имбецилов. Все под Богом уходим, и пусть каждому воздастся по его поступкам». Если вы помните, программа была посвящена не просто социальным сетям, а то, что писалось в социальных сетях по случаю трагедии с российским самолетом Ту-154 и гибелью 92-х человек. А мы начинаем. Виктор, первый вопрос, который я хотел бы вам озвучить, вообще самый первый вопрос был конкретно по внутренней политике Израиля. Но Андрей Игонин, он у меня все-таки идет вторым по перечню, он задал вопрос как раз про связанные с Новым годом. Какое событие 2016 года вы считаете самым важным для будущего всего человечества? Философский вопрос. Не мудрость и лукаво укажу на победу Дональда Трампа. Если говорить об Израиле, то 2016 год ознаменовался осознанием необходимости отказа от ословских соглашений и от пагубной идеи двух государств. То есть создание на ныне контролируемой Израилем территории ИГ Фалестин. Вот в Израиле явно наблюдается тенденция отказа от этих пагубных тенденций. Далее Виктор Исраиль Штайн спрашивает. Господин Эскин, верите ли вы, что Рон Лаудер мог сдать Натаньягу? Очередная речь идет о скандале. Слабый человек, который мог сказать лишнего. Было понятно, что он что-то наговорил именно лишнего, субъективно лишнего и объективно лишнего. Когда он потом ссылался на то, что был усталым, когда его допрашивали. После того, как он приехал в Израиль с Украины, а там посетил Баби Яр. Поймите, одна и та же информация может быть по-разному интерпретирована. И нет ведь никаких сомнений, что нынешняя вся эта вакханалия вокруг премьер-министра это попытка определенных кругов, которые связаны с Верховным судом, с определенными газетами, с определенными политическими силами в Израиле. Это их попытка реванша. Они пытаются во что бы ни стало сместить Натаньяу, понимая, что сегодня ему альтернативы нет. Но так навредить Израилю, так, собственно, попытаться снова возродить вот этот так называемый мирный процесс, а именно процесс, который мы назвали воссозданием некого государства арабского Фалестин, ИГ-Фалестин. Вот не надо ИГ, не надо ИВ, пусть всегда будет солнце, пусть Израиль дальше орошает пустыню, а те, которые превращают любой цветущий сад в пустыню, пусть они занимаются этим где-то там, но не у нас. Некто Пим Доновикдор спрашивает. Ваш заклятый друг Максим Шевченко неоднократно заявлял, что продюсером войны в Сирии является Израиль. И он прав. Войну в Донбассе тоже устроили евреи. Весь мир поработили евреи. Это невозможно отрицать. И все войны из-за евреев-масонов. Стоит знак вопроса. Все войны из-за евреев-масонов. Вы хотите, чтобы я сказал, что нет? Мне это листит, например. Поэтому я скромно умолчаю. Мне это листит, что везде одни евреи, что у нас такие успехи. Я вообще всегда очень с большой симпатией, нежностью относился к антисемитам. Кстати, к Максиму тоже. Если бы его не было, надо было его изобрести. Понимаете? Просто надо было его выдумать. Это находка для израильской пропаганды. Все, что Максим говорит, это ложь на любую тему. Он просто патологический лгун. Но когда мы говорим, что антиизраильская пропаганда – это ложь, достаточно просто цитировать Максима Шевченко. Вот жалко ушел из жизни Гейдар Джамаль. Он в этом отношении был его учителем. Понимаете, люди просто освенели, осатанели до такой степени, что они даже не понимают… Ну, нельзя говорить какие-то вещи, которые в третьем классе ребенок может разоблачить без того, что он как-то владеет хорошо грамотой даже. Ну, пусть они дальше так говорят. Пусть вот это говорят. Очень хорошо, что наши враги говорят именно такие вещи, что никаких других доводов у них нет. Значит, наши дела неплохи. Вы считаете, что это именно враги, Гейдар? Кто враги? В смысле, Максим Шевченко? Вот такие вещи говорят. Максим Шевченко никогда не знает, на кого он друг, кому враг, на кого он стучит. Хотя я, в общем-то, имею какое-то представление, даже догадываюсь. Ну, то, что говорит про Израиль, ну, это, конечно же, на руку Израиля, израильской пропаганде, потому что можно показывать в нем пальцем и говорить, вот посмотрите, посмотрите, до какой низости, мерзости дошли те люди, которые выступают против Израиля. Он, Максим Шевченко, подтверждает все, что я всегда говорил, а именно, что враги Израиля – это омерзительные, облыженные люди, богомерзкие, богоненавистники и человеконенавистники. Максим является тому олицетворением, и я очень за это ему благодарен. Еще один вопрос, скажем так, прямо так и написал товарищ под ником Ворон 770247. Он пишет вам, понятно, что против шерсти это неприятно, но Израиль далеко не обитель истины и праведности, лицемерие среди лицемеров. Не так ли, господин Эскин? Ну, что если кто-то будет ругаться, я должен говорить, так или не так? Ну, давайте дальше. В защиту Израиля что-то скажите, Авегдор. Я должен пришить в защиту Израиля? Нас упрекают в том, что наша страна – это лицемерие среди лицемеров. Я буду защищать Израиля. Зачем мне защищать Израиля в глазах каких-то людей, не владеющих ни правилами этикета, ни владеющими знаниями? Израиль – это сегодня воплощение божественной воли. Само существование этой страны – это осуществление библейских пророчеств. И кто поднимает руку на Израиль, должен поднимать, он поднимает руку на самые основные понятия добра, веры. Это человек-ненавистники. Поэтому они должны просить нас, чтобы мы им что-то рассказали про Израиль, а ни в коем случае не заниматься какой-то самообороны. Он хочет видеть так, ну хорошо. Это говорит только о нем. И поймите, Израиль нельзя не любить, если ты сам человек. Если кто-то плохо относится к Израилю, это говорит только о нем. Он просто не умеет смотреть на Израиль, он не то в нем видит. Понимаете, можно же взять любого человека, заснять 24 часа его в сутки, чем он занимался. В том числе, я думаю, что он посещал, например, туалет. Я думаю, что он ковырял в носу, будь даже самый святой человек. И можно сконцентрироваться именно на этом. То есть, это потемщики. Потемщики. А люди, которые как-то распознают свет, они понимают, что свет идет в мир через Иерусалим. А тот, кто этого не видит, пусть откроет глаза сперва. А Виктор, вопрос от некого Ватник, убежденный, пишет. Как будут развиваться события на Донбассе? Признает ли Россия ДНР и ЛНР? Ваше мнение. Россия изначально не хотела признавать ни ДНР, ни ЛНР. И дела на Донбассе сейчас обстоят не лучшим образом, как вы сами понимаете. И, так сказать, проект Новой Россия, он не состоялся, в отличие от Крыма, который был, конечно же, очень удачным. Там погибло очень много людей. Управление сейчас ДНР не вызывает восторга ни в Москве, ни в других столицах мира. И остается только надеяться на то, что ситуация как-то изменится. Москва не контролирует в достаточной мере происходящее там. Почему? Это вопрос не ко мне. Но то, что мы сейчас видим, конечно, мы видим, что ситуация сложная. И она непонятна, с какой стороны сейчас вселяет кому-то какую бы то ни было на что-то надежду. То есть, как ни поступи сегодня, вот в создавшейся ситуации, куда ни потяни, все кажется сегодня достаточно печальным. Хотя могло бы быть иначе. Я думаю, что были допущены ошибки серьезные в ДНР. И лично я очень сожалею о том, что ДНР не оказалось таким же успешным продвижением русской весны, как Крым. И изначально это не планировалось, и это тоже мы знали. Ну а почему? Это не ко мне вопрос. Я думаю, что наша еврейская, израильская позиция вообще по этому вопросу должна быть очень четко обозначена. А именно, мы не будем мириться ни секунды существования режима на Украине, который объявляет Бандеров и Шухевича героями, а также воинов АУНУПА на государственном уровне, на уровне их рады, на уровне их правительства. Строят памятники, и этому учат детей официально в школах. Вот с этим мириться нельзя ни в коем случае. И поэтому любые наши действия в поддержку того, чтобы у этого режима отторгли, будь то земли, будь то средства, будь то политическая поддержка, это правильно. А вот все, что касается внутренних славянских споров, то это вообще не наше дело. Поймите, вмешиваться в эти дела, так как делают некоторые мои сограждане наподобие Хайзена или Кедми, я считаю, что это категорически неверная позиция. Мы должны защищать то, что касается нас. И в этом отношении наша позиция должна быть жесткой, резкой и понятной. А вот будущее Новороссии или все, что вообще касается русско-украинских отношений, простите, это вопрос к русским и украинцам. В том числе тем русским, которые находятся в батальонах украинских и тем украинцам, которые живут сегодня в России. Там все очень сложно приплетено, вообще не совсем понятно, кто такие украинцы, кто такие русские. И в это единое пространство все-таки. Но это не наше пространство, мы не должны вмешиваться в эти дела. Мой внутренний голос мне подсказывает, что сегодня будет немало вопросов как раз именно на российско-украинскую тему. А вот следующий вопрос у нас, Виктор, следующий вопрос уже как раз наш внутренний. Авраам Рабинович спрашивает, что вы думаете по поводу мнения... Сейчас, нет, убежал у меня этот вопрос. Да, вот он спрашивает, опубликована статья Баруха Марзеля, в которой говорится о том, что Обама был самым лучшим для Израиля президентом Америки. Можете ли вы это как-то прокомментировать? Никак не могу. Я не читал эту статью. Я думаю, что мой друг Баруха Марзеля, я с ним знаком, ровно 38 лет. Большой срок, да? Нас познакомил Радмейер Кахана, это было 38 лет назад. Представляете, как только я, вот когда я приехал в Израиль. Да. Трудно поверить. Да, январь, 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 январь 79-го года. Я думаю, что у него просто хорошее чувство юмора, и он им иногда пользуется. Я думаю, что речь идет именно о сарказме, о некотором все-таки таком живом и уместным чувством юмора. В том числе, ну что, я могу подозревать, что хотел сказать Мерзель. Я себя могу сказать, что меня не пугал приход власти Обамы, и не пугало охлажение отношений с Соединенными Штатами. А поскольку Мерзель является продолжательной идеологией Рава Кахана, то тот в последние годы своей жизни ратовал не просто за оздоровление или изменение формата отношений с США, но он ратовал за то, чтобы Израиль предпринимал шаги для отдаления от Соединенных Штатов. И даже использовал в одной из лекций термин «порча отношений с Соединенных Штатов». Он считал, что американское влияние на Израиль, оно совершенно пагубное, и считал главной нашей задачей это избавиться от этого и его. Может быть, это имел в виду Барук Мерзель.